Другим темам. Халатность взрослых или детская шалость? В Ахжаикском районе Западной Казахстанской области 9-летнего мальчика ударило током в трансформаторе. Сейчас он в тяжелом состоянии, находится в реанимации. Родители в случившемся винят местной власти. Подробности выяснял наш корреспондент. Сегодня у нас 29 августа. Ребенок поднялся сюда, думал, что здесь можно играть. Но игры эти закончились плачевно. Друзья мальчика говорят, трансформатор они приняли за заброшенный. Неудивительно. Ни дверей, ни табличек, что объект опасен. При этом в прошлом году он принят на баланс сельского акимата. Там все открыто, в открытом виде. Ничего не ограждено, никаких знаков нет. От него 200 метров, наверное, есть детская площадка, новый парк. Не мой, так другой ребенок пошел. Это хорошо, он жив остался. И вот врачи тоже говорят, это вообще чудо, что он жив остался. Потому что это не розетка, куда там дети что-нибудь засовывают. Это вот трансформатор, который рабочий, который передает энергию поселку. Это же вообще, как так можно было бесхозно все это оставить. При этом сам акимат всего в сотне метров от трансформатора. ЧП там назвали упущением и ищут виновных. Пока чиновники определяют ответственных за трагедию, а вернее безответственных, врачи борются за жизнь ребенка. Он в тяжелом состоянии находится в реанимации. Он в шоком состоянии. Я не знаю, откуда он бился. У него на капюшоне дырка. Врачи объясняют, что именно вот эта часть пострадала. Больше всего целыми днями плачет, потому что это больно. На обезболивающих он обмотанный весь. Левая сторона полностью вся черная. Возможно, потеря слуха, но это все будет выясняться попозже. После случившегося доступ к объекту, конечно, закрыли. Будет проводиться досудебное расследование. В Акимате обещают провести ревизию всех трансформаторов. Бутогос Базарбаева, Роза Сатканова, Баладжар Лугасов, Канат Махмутов. Итоги дня. Уральск.